Начнём. Следующий блок с двойного гражданства. Снова заговорили об этой теме после того, как у Романа Настирова оказался целый веер паспортов других держав. Пётр Порошенко предложил двойное гражданство запретить, а у нарушителей украинский паспорт забирать. Президентский законопроект срочно внесли в парламент. Сейчас ситуация с двойным гражданством в Украине довольно странная. Оно как бы запрещено и как бы нет. Вот и получается, у многих жителей приграничных областей в карманах по несколько паспортов. Для удобства. А у украинских политиков, для личной сохранности, чтобы можно было легко сбежать из страны в случае неприятностей с законом. Сколько стоит стать гражданином мира? Выясняла Елена Митясова. Честные, законопослушные патриоты своей страны. Ну как не верить политикам на слово? Ведь говорят убедительно, но индикатором правды для большинства становятся неприятности на любимой родине. С этим зарабатывай, с этим путешествуй, а с этим спасай всё награбленное. Украинские топ-чиновники, как граждане мира под матрацем, у многих по несколько паспорта. Пусть незаконно, зато всегда из пути отступления. Попался на взятки, укатил на вторую родину Лондон. Западозрили в криминале, обживаешься на Кипре. И сколько таких примеров в украинском политикуме. Последний Роман Насиров. Есть ли у него паспорта других стран и главное сколько их? Главный фискал и сам запутался. Абсолютно большинство паспортов забрали при обшуках. Они находятся уже у детективов. У вас так уж надо много. А? Абсолютно большинство. Сколько? Ну я не знаю, сколько. Я сейчас посмотрю, какие забрали. Потом мне нужно будет поехать и посмотреть, если остались какие-то паспорты. Хотя в антикоррупционной прокуратуре подтвердили, у Насирова действительно изъяли паспорта. Но британский еще не сдан. А вот если у налоговика еще и венгерское гражданство сейчас проверяют. И дело это бюрократически непросто. Очень сложно установить, есть ли у человека этот паспорт или нет. МИД должен отправлять запрос в консульство или посольство этого государства. Но далеко не факт, что они будут давать ответы и признавать резидентов, открывать свою агентуру и предоставить данные о своих гражданах. Да что говорить, если руководящие должности в министерствах возглавляли иностранцы с двойным гражданством. Минфин, гражданка США Наталья Яресько. А Минэкономики, гражданин Литвы Айварас Абрамовичус. Мы неоднократно делали запросы в отношении бывших членов правительства Абрамовичуса, Яресько. Получили соответствующие ответы от службы безопасности Украины, что по своему статусу они имеют полный доступ к государственной тайне. Но при этом данных об утрате гражданства другой страны у наших правоохранительных органов нет. А все потому, что в украинском законодательстве вопрос о двойном гражданстве не урегулирован. Оно вроде и запрещено, но вот механизмов лишения нет. Вот и получается, что тысячи украинцев спокойно вытаскивают из широких штанин паспорта других держав. Поговаривают, особенно много граждан мира обитает на Грушевского. Я знаю выключно две люди в этой сессионной зале, которые отмолились от гражданства, когда отримывали украинское гражданство. Я иновинский, как это не сказать. Он из российского, я из израильского. Нет, нет, нет. У меня только украинский. Всегда было. У меня паспорт еще гражданин Украины. Инших я не вижу. А вот у нардепа Андрей Артеменко помимо украинского паспорта оказался еще и канадский. Он в этом признался, чем даже генпрокурора удивил. Дать бой двойному гражданству на этой неделе решил Петр Порошенко. Президент внес в парламент законопроект, которым предполагается лишать украинских паспортов всех, у кого двойное гражданство. Документ, повестку включили как неотложный. Вслед за ним внесли еще два. Я думаю, что это, вы знаете, не найголовное вопрос вообще на сегодняшний день. На сегодняшний день очень много людей имеют подвойное гражданство, особенно на западных регионах. Для нас очень нужно обережно ставиться, потому что когда человек будет выбирать себе паспорт, мы думаем, что она не выбирает Украину. Но для государственных службовцев, для министров, для депутатов подвойное гражданство это должно быть закрыто. Начинать нужно с силовиков, начинать нужно с чиновников, начинать нужно с тех людей, которые сегодня формуют владу в Украине. Простых граждан, мне кажется, не могло бы это зачипать. Это Астей, украинское село на границе с Венгрией. Но украинское, оно только территориально. Большинство машин здесь с венгерскими номерами. На венгерском написаны названия улиц, вывески и реклама. Даже на здании сельсовета развиваются флаги обоих стран. И на государственном здесь мало кто говорит. Не спрашивайте у меня ничего, я не понимаю по-украински. Нет, я не говорю по-украински. Почти все жители Астея работают за рубежом. И у многих двойное гражданство. И так на две, а то и три страны живут очень многие жители Закарпатия. Пенсия в Венгрии почти 10,5 тысяч гривен в месяц против 1400 украинской. За день работы на венгерской ферме платят минимум 450 гривен. В других европейских странах еще больше. Стать гражданином другой страны не проблема, были бы деньги. В интернете полно объявлений с такими услугами. Я остановилась на молдавском гражданстве, но доступнее и дешевле. Правда, в отличие от румынского, которое на две сотни евро дороже, на работу с ним не устроишься в Европе. Только сможешь беспрепятственно путешествовать по безвизу. Для этого надо показать, что вы, точнее не вы, а хотя бы ваши предки, то есть дедушка, бабушка, мама или папа, родились в Молдаве. Вот это моя работа. Стоит это 560 евро. Полный пакет бумаг с подачей. Язык знать не надо, уверяет собеседник. Меня хорошо подготовят и даже проведут в консульство. Правда, сразу паспорт не выдадут. Придется подождать месяцев 10. Столько времени занимает проверка. Куда сложнее получить гражданство Великобритании. Но Роман Насиров смог. Но как? Скорее всего, путем инвестирования в британскую экономику, говорит специалист в миграционном праве Лилия Скотт-Пищенко. Деньги немалые, 2 миллиона долларов. Но они дают возможность семье инвестора получить вид на жительство. Самый обычный путь – это получение постоянного резидентства семьи через жену. Жена становится главным заявителем. Она находится в Великобритании. К ней присоединяются дети и муж, как ее иждивенцы. По истечении 5 лет вся семья получает постоянный вид на жительство. Во многих странах двойное гражданство разрешено. Но не в Украине, где паспорт с иностранным гербом слишком часто становится билетом в безнаказанность. Путевкой туда, где не настигнет украинская фемида. Елена Митясова, Оксана Кундеренко, Марина Коваль, Юрий Ковалев, Евгений Каминский, Валентин Белич. Подробности в неделе. Телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова